Во главе угла стабилизация цен на продовольственные товары. Ежедневно проводится мониторинг цен на социально значимые продукты питания. На пополнение стаб фонда из областного бюджета выделено 1,3 млрд тенге. На сегодня создан запас продовольствия 1356 тонн. По оборотной схеме 19 субъектам предпринимательства выдано 973 млн тенге для закупа и продажи продуктов питания по утвержденным ценам. Заключается соглашение с крупными торговыми сетями о недопущении предусмотренной законом на оценке не более 15%. Эффект есть. Об этом можно судить по разнице цен в социальных магазинах и в свободной продаже. Сахар 283 тенге в социальном магазине и 384 тенге в свободной продаже. Гречка 415 тенге в социальном магазине, 660 тенге в свободной продаже. Окорочка в социальном магазине 785 тенге, в свободной продаже 834 тенге. По поручению президента антимонопольным ведомством совместно с Акиматом проверены все звенья цепочки от производителя продовольственных товаров до прилавка. Нет ли среди них ценового сговора? Кто из них сколько добавляет сверху наценки? По итогам этой работы выявлено, что больше всех надбавляют небольшие магазины, так называемые магазины у дома. Мы проследили цепочку. Производитель с учетом своих расходов на оборудование, запчасти и так далее ставит надбавку до 25-30% от себестоимости товара. Далее следуют оптовики. Они ставят не более 10-12%. К примеру, Анвар, Смол, Алясад надбавляют по 3-5%. Последнее звено в цепи – магазины. По закону о регулировании торговой деятельности, они должны добавлять сверхцены не более 15%. Однако, как показал анализ, у них самые высокие надбавки – вместо 15% до 70-80%. Однако магазины относятся к категории микробизнеса. Их нельзя пока проверять, невозможно. Мораторий. Только рассылаются уведомления о устранении нарушений в течение 30 дней. В прошлом году 4 субъекта получили предупреждение. К примеру, у нас есть продавцы яиц. 4-5 предприятий. Мы их проверили. Нашли нарушение закона. Но из-за моратория уведомили, чтобы в течение 30 дней устранили нарушение. Касательно цен на мясо птицы тоже было дано уведомление. Исправили в срок. По данным Департамента по защите и развитию конкуренции, из 19 видов социально значимых продуктов питания в области не подорожали только два вида – соль и рис. Мы производим 70% соли, 90% риса. Только по этим двум видам из 19 не наблюдается повышение. Это результат совместной нашей работы с областным акиматом, управлением сельского хозяйства. Было заключено соглашение о том, что предприниматели не допустят необоснованного повышения цен. Вместе с тем, это проявление бизнесом, социальной ответственности и патриотизма. На все другие товары отмечено повышение цен от 40 до 100%. Управа на необоснованно повышающих цены, тем не менее, есть. О такого рода фактах необходимо сообщить в местные исполнительные органы или в антимонопольные ведомства.